Павловская районная больница обслуживает 36 тысяч человек, и среди них достаточно людей с хронической сердечной недостаточностью. Пережившие инфаркт или операции на сердце обязательно приходят на прием в кабинет ХСН. Кому-то он показан раз в три месяца, кому-то реже или чаще. Нам рассказали, что это не просто кабинет, это целая система работы. Это участие и работа нескольких специалистов. И врача-кардиолога, и медсестры, которые с ним принимают. Это и амбулаторно-поликлиническое звено, это участковые терапевты, фельдшера, фапов. Это лаборатория, где проводятся определенные анализы именно для пациентов с данной патологией. Это функциональная диагностика, а не логические исследования. Что называется от и до анализа и КГ-сатурация. Пациентов с болезнями сердца наблюдают пристально. В случае необходимости отправляют в кардиоцентр или консультируются с его специалистами. Чаще всего пациенты этого кабинета – люди возрастные после инфарктов. Многие с лишним весом. Но есть и молодые мужчины, которым едва исполнилось 30. Больные у нас поступают либо после выписки стационаров на дальшее долечивание, либо самообращением приходят, либо у нас терапевты направляют. По стандартам должны приходить раз в три месяца наблюдаться. Если какие-то ухудшения в самочувствии, одышка усиливается, отеки появляются, приходят раньше. Телефон свой оставляем. Если что-то им не нравится, они созваниваются со мной. Корректируем лечение, записываем на прием. Два талона в расписании у нас есть для больных. Иногда у меня давление прыгает. Поговоримся, и она мне подскажет, что надо попить, назначить, когда прийти. Хорошо. Нина Александровна – очень хороший доктор. Николай Воропаев перенес инфаркт в 2017-м. Сейчас наблюдаются в кабинете ХСН два раза в год, чувствуют себя хорошо. Летом ездят на велосипеде, зимой на лыжах. Да и всем советуют вести здоровый образ жизни, чтобы избежать проблем с сердцем. Кстати, по данным медиков, благодаря появлению такого кабинета в Павловской ЦРБ, ситуация в районе стала меняться к лучшему. Больных с хронической сердечной недостаточностью стали чаще выявлять и пролечивать, тем самым уменьшая риск госпитализации с инфарктами и другими болезнями сердечно-сосудистой системы. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.